салютенцы и дорогие друзья с вами лургат и футадама сегодня здоровьтесь пудрусь я курил и чего я лаванду жевал это хорошо полезно футадама поделился со мною своим техом потому что у дяди лурга то не было времени построить собственно говоря свой тех какой нить летающий быть универсальный или даже не летающий вот но сегодня у нас такая формовая тема уже мы почти что выполнили все миссии правда не получили все плюшки но было бы интересно погоняет на моно колесе таком интересном а блин этого желтого надо охранять расчетом выстреляет разве ты просто стреляй акиру нельзя долго держать под огнем потому что у нее мало батареи я даже понимаю почему акира это про дальний бой и скорость будет она удрать может просто как нефиг делать да это по мне как правда с мобильностью у нее немножко проблемы у нее с мобильностью проблемы если ты не смотришь куда едешь я имею в виду что на холостом ходу на немножко медленные за нога и и для холостого хода и и не используется она на холостом ходу идеально поворачивает она может чуть ли не на месте поверх развернуться что это было хорошечному бы потратить на время такое немаленькое на то чтобы сделать ховер хороший я чувствую на кире себя как на корабле а я тебе говорил что это как-то лайнер да надо повернуться боком не боком а не совсем боком тебе надо держать угол 45 градусов ну да так есть для идеального атаки спасибо что спасли меня так стать задание этих не бери кстати желтых геокорпа я имею ввиду что есть допустим хотя нет бери понадобятся блоки нам и блоки нужны сейчас и все 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 нужно так давай к поехали к шпане шпане так какая до этаж по на второй уровень better future это 570 метров ту сторону 570 метров у меня 556 видим развернули ну блин какой поворот все-таки очень этот поворот ты неправильно сделал она поворачивает шикарно без вот этих вот да поворачивает низкость она частично на ховерах она полу ховерная поэтому я подъявился так это еще что такое что-то и на луках неопасноты я вижу дело в том что ты с ним расправляешься куда эффективнее чем я ты просто на месте можешь стоять да ну учитывая что уже врага как и все так все тебе а у лимао такое ощущение что это какой-то корейский ой мальчик о вот и все сами по моему первый модел лукляется вторая отъехала этот хавки к нам какой-то объект а еще одна на то что или это та самая меня самое мы ее не добили давай собирай детали не добавляешься задница и киры за прикрытие не волнуйся как было в той песне всех манила твоя жесткая кровати как же мне тебя на ты можешь сейчас просто встать на месте и зажать кнопку а так на из заодно и встану вообще на якорь да заодно и подожру ухты там два больших даже я вижу я очень хочу к ним поехать пока они себя не задолбали а он и сами уйди мелочь пузатая все он не выдержал он поехал ты слишком близко подъезжаешь все кушай немка и цеплоки спасибо что спасли меня нет ты присоединишься к нам в утиль они к отряд а вот это плод ты вообще таких огромные блоки да можно будет сделать такой хороший автолет такую submarine большую которая уже ее воздухе м м она дня на но запаетли для тех франита поэтому не доехали чуть-чуть … … … Ты попал в зону работы F-Ti-да. … … Разнести Акира. Ну смотри как ты унижаешь простые. как в целом у тебя нормально впечатление от этого т.к. очень хороший хороший до привыкнуть почему-то у меня ощущение как от сабнафтики я не знаю почему я вспомнил сабнафтику кстати ребята вы хотите сабнафтику пожалуйста пишите в комментариях начну летсплей по сабнафтику я вот хочу давай-ка включай для меня одного вот тут кстати какая-то зона я вижу значит в эту зону надо въехать у ленты меня напугал двигателем уничтожено врага всех последующих это че это че вообще ну-ка где же вы отщепленцы попадут и что это это насмешка над нами дали они назнают оценивают дайте нам жены спрашивания до цель до жирных страшных могут дать техов знаешь хоть ты и говоришь что батареи мало да ну больше чем на одно деление батареи даже до сих пор не падали но при том что я был под обстрел наверное щиты от халки намного лучше считают папки шикар превосходно защищает поэтому я на всех своих устройствах использую их последних особенно это кстати задание от гайса было мы тут у нас я смотрю тебе очень понравилось мне нравится себя акулы изображать хулиганом давай хорошим хулиганом они вон там за горкой а ты еще один нашел да сейчас мы их всех покараем ну он ко мне поехал поэтому плюс блоки все в конце серии скажешь все свои впечатления ну пока что они очень положительные вау я тут под обстрелом и мне нужно нужно говорится помощник о вибрая с ее чай 3 правда блоки не такие уж прям активно о о о о о двойная награда ух ты балиин ты чё блоки не собрал я разворачиваю чтобы собрать да у тебя и сзади этот да просто задний ход врубай у тебя все эти блока заборники сзади забываю на моих устройствах вам всегда сзади потому что когда я в тестовую лабораторию залазил они очень меня раздражают потому что там нужно черная дыра в лаборатории это тестируете устройство на всевозможных этих и чтобы быстро от этих избавиться от этих неприятности и видеть маме не могу стать на якорь а потому что нужно ровно поверхность не они сейчас считаются так что у меня происходит ох я понял что не делать на пол он банально заедет Ну, и чё? Да, наконец-то. Всё. Да ты оттуда вообще можешь не париться. Здесь шишки мне прилетят. О, да. Отсюда я могу спокойно всех расстреливать. Занять жирно-важные точки. Жирно-важные точки. Ну, мне бы тоже такую точку какую-нибудь занять, потому что у меня осталось одно деление электро... электроида. Я слишком много урона все впитал. Ну, вот там ещё один холм есть, чтобы залезть. Не, мне вот этого хватит. О, всё. Я приглаздился. Давай-давай. На-эй. Круто. Вот теперь заработок быстрый пошёл, да. Отлично. Так. Спасибо, что спасли меня. Присоединяюсь к вам, да-да. Плюс новый запчастильник. У тебя там сундук. Вот, кстати, превосходное место. Надо зазреть. 180 градусов покрытия всей долины почти. Я подзаряжаюсь, потому что у меня было одно деление. Давай. Я уже готов. Так. Уничтожьте повстанцев. Ого. Давай повстанцев. Давай враги сделаем, а потом уже и повстанцев. Я хочу просто сделать все задания. Кстати, ценный груз тоже поблизости. Где там уничтожьте повстанцев? Внизу сам. Задание. Он не забрал? Да. Ценный груз. А, захватить я вам пост. Это вам захватить я не уничтожить. Давай ценный груз. Ценный груз? 650, который? Да, да. Хорошо. Сейчас. Я еще заряжаюсь. Батареи у меня много. Я еще когда фармил, до тебя не розовый подзаряжался. Ну, когда мы играем вместе, кстати говоря, экшонистик получается все. Есть НП. О, 58 уже. Тысяч комаров. Я не хотел бы встречаться с таким большим количеством комаров. Ты по этим барханом совершенно спокойно можешь ехать на ультраскорости. Те ничего не будет. Если, конечно, ты будешь прямо ехать. Без поворотов. Кстати говоря, там база. Ее надо захватить. Поехали. Фьючерская. Ну, летающие. Берем таргет эту. Какую? Я вот эту возьму таргет. Самую гадюк. Гадючную гадюк. Атак дрон. А я все буду мочить. Как он просто попытался комик отзнуть меня. Знаешь, не ожидал, но Better Future становится более опасной фракцией. То есть я думал, что халки и самые такие сучья, как эти тоже. Так. Погодь, что это за? О, пошли, кстати. Мы в серии пересматривал наш. Кьюф-3. Мы вот так и не прошли. Давай его сделаем уже. Наконец. Помнишь, вот это вот супер-пупер-куп, который мы побоялись. Знаешь, как он далеко находится? Знаю, но я очень хочу, чтобы мы его убили. Хорошо. Сейчас сделаем. Тогда, может быть, я тебе заспауню два самолета, чтобы мы туда по-быстрому полетели. Так. Сейчас посмотрю, что у меня есть. Доступно. А знаешь, у тебя вообще-то машинка сотку развивает. И у меня 90. Я понимаю, но это по-любому будет не так быстро. Сейчас. Так. И еще одну. Ха-ха. Ладно, пересаживаем. Скажи, хоть как на этом летать. Так, сначала переключаешься на автомобиль. Ага. Сейчас бы еще вспомнить, как я у меня кнопка переключения. Потом жмешь shift и все. Да блин. Главное, чтобы не врезать ни во что. Вот так вот. И... Клавиша W это... Да блин. Вой экраноплан меня прям под этот подвел. Убили? Да. Черт. Потому что кое-кто улетел в совершенно другую сторону. Так, ну я просто думал, что ты тоже быстро взлетишь по этому. Пользуйтесь. Нет, конечно. Я же впервые сел на твой. На это. Не до самолета. Ну, почему? Он довольно быстрый, хороший, маленький, дешевый. Так, а сейчас я заспавню еще. Главное, чтобы он дешевый, достаточно дешевым был, чтобы мы могли... Ну, да, я как раз таки для этого его и строил. Это, кстати, очень-очень давнее. Смотри, в панели, где текущие схемы управления, убери галочки с вертолета и автолета. Просто оставь автомобиль. Неумение стоят. Ты вообще-то спавнишь всегда с настройками, которые были префотканы. А, ну тогда можешь переключиться на аэроплан, зажать... Да, вообще-то я уже на аэроплане. Шифт и... И уже взлетел, как бы. Отлично, все. Теперь набирай высоту на случай, если ты... Да, я уже лечу в ту сторону, в которую нужно. Отлично, все. Давай, блин! В сторону Куба. Аккуратнее, аккуратнее. Ты сможешь... Все. Просто набери большую высоту, и тебя уже никто кусать не будет. Да, там не кусалка, там красная стена. А-а-а-а, все, я лечу за тобой. Отлично, наконец-то мы оба в авиации. Я еле взлетел. Ты издеваешься на душе. А ну, просто тут нужен опыт управления. Ну вот, как видишь, так мы очень быстро доберемся до места. У меня есть, конечно, самолет... В следующей серии я построю себе леталку, но чтобы я мог ей управлять хотя бы. Да, у меня есть самолеты побыстрее, конечно, даже с ракетным ускорением, но нет запчастей. Тут не в запчастях дело, тут в управляемости и комфорте. Ну да, более здоровые. Я знаю, но они более управляемые. Тот же самый квадралет, он такой плавненький, такой предсказуемый, такой удобный. Но, к сожалению, блин, сам знаешь. Да, я знаю, ты залагал. Ну давай, на платоу дистанцируйся. Нам еще подзарядиться надо, не забудь. Мы без счетов сейчас будем всем. Из-за этого полета. Да. Так, спални. А почему-то на Акеру не хватает деталей. Сейчас, подожди. На Акеру деталей не хватает. Куда-то детали скоммуниздил. Я ничего не делал, если что. Может мне просто... А почему-то не хватает деталей, которые были. А вот сейчас хватает, я убрал самолет. Нет. Четыре большого топливных бака, одного обращающего опора Винторой, четыре. Венчур-клаба, часть. Странно. В аэропланах этих деталей вообще не применяются. Да, но мы их, видать, где-то пропиханули. Чуть не сказала слово «похоже». А, например, я здесь купить. Чего купил? А-а-а. У меня странный, вероятно, мотоцикл. Даже не помню, как он мне достался. Или я его сам делал. Это Винчурный станс. Он присоединился к нашему отряду. Его зафотовало просто. Так. Все, собирайте. Ага. Так. Все. Теперь можешь спавнить? Да. Опа. Отлично. Погоди. Я хотел за этот сохранить. А-а-а. Все. Это полезное мини-рабочая машинка. Трактор Тартармития. Он на трактор похож, чем на мотоцикл. Ой, я управляемость. Ужас. Я его, скорее всего, сто процентов доработаю. Хотя на скорости он нормальный. Гермесус МК-1. Вот это мой крутой летающий самолет. Так, что ему нужно? А-а-а. Ему нужно очень мало деталей, кстати. Я его даже могу. Вот если ты на нем полетаешь, ты скажешь, что да. Вот это, конечно, круто. У меня есть, кстати, вертолет. Почему-то называется впуклая краевая броня. Почему он так называется? Я не знаю. Эй, я, кажется, перепутал. Я за 6 заспаунил. Я на за 5 ездил, а сейчас я на за 6 сижу. А поэтому у нас и не хватило деталей, потому что я за 5 раз... Я за 6 сижу спаунил варсонгу своего. Своего. А-а-а. Вот, на базе Акеры, который я тебе говорил. А-а-а. Вот, смотри на него. А-а-а. А-а-а. Понятно. Так, я сейчас... Как это называется? Я неправильно название своих самолетов прочитал. Точнее, вертолетов. Секунду. А-а-а. Blackbird. Только для него надо купить. Так, мой вертолет. Называется заготовка для вертолета. Типа танк. Передвижная печь-генератор. Так. Вот это я могу сделать вертолет, который называется вертолет. Я был очень оригинален, судя по всему. Черный сокол. Передвижная печь-генератор. Так, черный сокол. Ну, наверное, он хороший. Так, что это такое? Ага. Понятно. То есть, что-то я тут сделать смогу, что-то делать не смогу. Здесь он. Сразу понятно, откуда War Song эти. Едут колеса, скажем так. Он тоже на моноколеса. На моноколесной базе, точнее на нем стопроцентно использована колесная база от твоей Акиры, на которой ты сейчас ездишь. Я сейчас нажму на паузу, потому что мы не заряжаемся. И как только мы зарядимся, мы убьем этот куб. И так, дорогие друзья, мы зарядились. Вот, сейчас мы подъезжаем к этому страшному чуду-кубу. И будем его дамажить. Опять этот китайский чувак. Фейворит кастомер. Ага. Спускаешь на нас своих, блин, псов. Так. Ага. Так, становись под 45 градусов. Сейчас будем дамажить. Диалог, ты закончил со своей стороны. Что за дело? Еще не знаю? Окей, как это? Так. Да, да. Да, 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 хотим. По сути, сейчас на карте стоят два аналогичных устройства. Просто один. Первая версия. То есть, с чего все началось? Рядом в два. Ну и почему я взял именно за основу за 6, именно Акиру, на которой сейчас лурган? Потому что Акира, это про скорость. А мне понравилось быстро ездить. Так. Гоу, даун. Ну же. Да, 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 да. Вы технологиями построили куб, который мы не сможем разрушить. Бла, 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 бла. Давай, давай. Встаем полубоком под 45 градусов. Сразу. 20 секунд дает нам. Ну давайте, давайте, да. Да, рейди, рейди, давайте. Рейди. О. Так, это что, новый вид щита, что ли? Да, это новый щит. Окна лища, походу, который мы вряд ли можем пробить. Мне кажется, что он вообще не пробивает. Ну что-то же его должно пробивать. Мне кажется, его надо пробить как-то по-другому. Что это за щит? Потому что это щит он игровой. Его явно надо уничтожить каким-то особо. Опа, вот. Как, чат. Все, ушел этот щит. Так, челленджи гейн, давай. Вот сейчас мы его точно убьем. Ну вот, давай, надо разговаривать снова. Ты ты сюда иди. Чему ты бьешь? Нам снова поговорить надо. Вот. Так. Все, иди сюда. 20 секунд дает. Погоди, нам поговорить надо, диалог, алло. С твоей стороны, диалог. Да, 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 да. Make your way down ту арену. Я вообще-то и исчезли. Все, этот щит ушел. Все, ну наконец-то. Да, это был просто игровой щит. Эх, это прям самый крепкий. Ищи ты, блин, ну мы их. Опа. Я же говорил. Серьезно? Да. Мы пробили его на 108. Причем я заикарился, чтобы меня не слесло это орудие моих пушек. Так, ах, ты ж наконец-то самого китаеза мы сейчас прибьем. О, у меня аж стал FPS проседать, блин. Правда, я не знаю от чего. Все. Я его китаезную с морду соберу полностью. Я его соберу. Собирай. О, у меня тут проблемочка. Мега батарея. Как тебе такое? Мега батарея? Это классно, но у меня проблемы. Что? Какая? На за 6 нету, мог бы, да. А, это да, это проблема. Так что я сейчас приду, помогу. Что-то забыл. Как бы я устранил одни недостатки, поелся второй. Отлично. Как видите, невыполнимых заданий, друзья, не бывает. Мы их уделали, благодаря паруснику Акнала, то есть фотодамы. Сейчас мы попробуем... Какое самое ближайшее задание? Я не знаю, какое задание, но там... А, захватите вражескую базу, 783 метра. Тут два засранца есть. Я их сейчас, то есть уже один. Сейчас я его накажу. Никак не нарадуешься этому кораблю. Ну, на самом деле, сейчас уже пора заканчивать серию. И строить свой корабль. У меня наконец-то появилось время на строение. Да, и съездим, выполним, захватим вражескую базу. Хорошо, но это последнее задание, потому что уже время поджимает. 30 минут. Я очень неудачно сейчас съехал. У меня один из ховеров, что ли, в связи. Ой, 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 ой. Так, что там надо делать? На какое задание ты хочешь? О, ну... Бражескую базу захватить. От какой корпорации? А вон... Какой этот? Да, ну, вон там за холмом был. А, ты про это? То, что ближе. Да. Хорошо, да. Твиттер. Ты, может, на горку встанешь. Да, я тоже об этом подумал. Уи! Использую наводку. Если ты уничтожишь базу, то нам провал защиты. Проверено. Вас понял. А, да, кстати, мне писали в комментариях, что я наводку не использую. Ну, потому что я не привык ее использовать. Вот и все. Но в некоторых ситуациях это необходимо делать. И я удивляюсь людям, которые пишут комментарии под видосами, которым уже 7 лет. А такие есть у тебя? Есть. До сих пор пишут под какими-то обзорами критику, под обзором 7-летней давности. По-моему, эти люди вообще не смотрят, когда я писал это видео. А, кстати говоря, поехали на ровную поверхность. Более того, недовольны тем, что у меня корабли треугольные формы. Прикол в том, что, во-первых, не все мои корабли треугольные формы, если взять тот же самый Гаусс. Он довольно сложный форм. Ну, во-вторых, мне нравятся в корабли треугольные формы. Поэтому я их и строю. Не потому, что я не умею строить что-то сложное, а просто потому, что мне нравятся треугольники, мне нравятся большие кабины. А вот и все. Ладненько, я думаю, вот на этой прекрасной сцене мы с вами попрощаемся, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующей серии. Ага. И сорян, что не так часто выходит видео, потому что, ну, есть еще и реальная жизнь, которая дико отвлекает от всего творчества. Вот. Но, тем не менее, будем продолжать дальше. Не надо строить... Да, не надо строить теории, что, там, наш союз распался или так далее, там, подобное. Это не так. Просто дела выходят, вот и все. Ладненько. Эй, 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 эй. Стопэ, стопэ, лорога, не лети вперед паровозом. Я что просил сделать в начале серии? Что? Подведи итог своих поездок на Акире. А, ну, хорошая машина, создает впечатление акулы, скажем, какого-то крейсера, маленького корабля, где надо бортом повернуться и пострелять. Но, в целом, машинка тяжелая на холостом ходу, немножко не в моем стиле. Но в остальном сойдет нормально. Как машина для штурма и атаки, допустим, врагов расстрела издалека, довольно неплохо. Тяп.